Музыка Всем привет! Вы не поверите, друзья, но это уже третий планшет Honor в этом году, который попал ко мне в руки. Ранее уже были Pad 8 и Pad X8, а это Pad X9. Чтобы не тянуть кота за колокольчики, сразу главные фишки. Это металлический корпус, 6 динамиков, экран IPS 120 Гц, большая батарея. Полный список характеристик, кто любит подробности, перед вами. Поставьте на паузу, рассмотрите, а мы идем дальше. Honor Pad X9 поставляется вместе со скромным адаптером питания на 10 Вт. Есть кабель и документация. Собственно, это все, что вы получаете с девайсом. Типичный планшетный набор. Корпус выполнен из цельного куска металла, и в отличие от Honor Pad X8, этот вот не режет руки, хотя торцы тут плоские. Вообще, знаете, иногда от планшетов, особенно доступных, прям несет дешевкой какой-то. Этот же в руках ощущается дорогим и долговечным изделием. Стекло спереди имеет олеофобное покрытие. Горилла это или что-то другое, я не знаю, но в процессе тестирования видимых царапин на нем не образовалось, а это главное. В табличке спецификации вы, вероятно, не заметили microSD и 4G. Все правильно? Ведь ни microSD, ни 4G в этом планшете нет. Даже немножко обидно. Ведь в Honor Pad X8 была сим-карта, и с него даже можно было звонить. Это была его фишка. Тут же для интернета в полях нужно раздающее Wi-Fi устройство донор. То есть со смартфона, например, раздать. А так вот никак ни к чему не подключиться. Память никак не расширить, но тут доступно 128 гигабайт. Чего многим, я так смею предположить, будет достаточно. Нет у него и аудиоразъема 3,5 мм. Гнездо USB поддерживает OTG, но не способны выводить изображение на внешний дисплей. Ну, такое устройство само в себе получается. Зато Honor не пожадничала динамиков. Их тут 6. Два динамика играет влево, два вправо, а два вниз. И когда планшет стоит в чехле, вот эти вот нижние динамики, они здорово добавляют мощности. Звуковые волны дополнительно отражаются от кейса. И аудио становится круче раза в полтора. Экран – это гордость данной модели. Но с парой нюансов. Матрица IPS с большой диагональю. Разрешение достаточное. Хотя можно было сделать и выше. Плотность тут всего получается 203 ppi. Но, боюсь, более высокое разрешение, оно бы сильно напрягло железо, которое здесь применяется. А оно тут такое среднебюджетное. Поэтому выбрали оптимальное разрешение, которое как бы и нормально по восприятию, и железо сильно от него не умирает. Яркость заявлена 400 нит. По нашим замерам выходит примерно столько же. Причем подсветка относительно равномерная по всей площади панели. Цвета хорошие. Немного синит. Но в целом дисплей по картинке реально клевый. Но нюансы. Вот я о них сказал, да? Первый. Мы все в студии обратили внимание на некую рыхлость под наклонами. При внимательном рассмотрении оказалось, что сетку сенсора видно. И из-за нее возникает ощущение, что перед тобой какой-то планшет с матрицей Pentile. Какая-то рыхлость такая. Убежден, что это не все заметят. Не все обратят на это внимание. Вот как я, да? И далеко не всех это будет как-то напрягать. Но вживую, перед покупкой, я бы ознакомился на вашем месте. Второй нюанс. Частота 120 Гц. Тут три режима. Авто, 60 и 120 Гц, собственно. Прикол в том, что планшет не работает на частоте выше 90 Гц. Даже если ты ставишь принудительные 120 Гц, по факту выше 90 Гц ты не увидишь. Ни в играх, ни в браузере, ни в интерфейсе. Иногда буквально на несколько секунд матрица переходит в высокочастотный режим. Но только для того, чтобы потом упасть до 90 или даже 60 Гц. Как в игре Боллс, например. Очень редко в тактикул включается режим 120 Гц. Вот в менюшке, например, 120, начинаешь играть. И потом, бац, у тебя только 60 и не выше. Как в Боллсе. Я не понял, почему так происходит. Вообще, я читал отзывы на этот планшет в этих ваших интернетах. И в списке достоинств буквально все пользователи всегда отмечают экран. Причем пишет, мол, 120 Гц круто. Ах, Masvid Summer Childs. Знали бы вы, что хвалите 60-90 Гц экран, который на 120 не выходит. Надеюсь, с обновлениями 120 Гц как-то завезут. Просто если тут 90 Гц на 25% меньше обещанного, то и цену надо снизить на 25%. Логично? Логично. Отмечу, что в простую частота падает до 60 Гц. Какая-никакая экономия происходит за счет этого, ну, в плане автономности. По софту вкратце. Планшет работает под управлением Magic OS 7.1 на базе Android 13. Сервисы Google есть, навязчивые рекламы и рекомендации тут и там нет. Опция мультизадачности позволяет разделить дисплей на два приложения с подвижным соотношением и возможностью переброса данных из одного окна в другое между фирменными программами. Также можно вывести на экран два приложения в оконном режиме. Такие возможности хорошо дополняются клавиатурой и позволяют достаточно комфортно вести конспект с видео. И тому подобные вещи тоже делать. Ну, типа, для учебы, для работы. За фото и видео возможности отдаваются две 5-мегапиксельные камеры. Значит, спереди и сзади. Их хватит на дежурные фотографии, слайдов, документов, а также видеосвязи. Но надеяться на что-то большее традиционно для планшетов не стоит. Ну, я думаю, по примерам все прекрасно видно. Видеосъемка ограничена режимом Full HD 30 FPS для обоих модулей. Ну, как бы, снимает-снимает, но снимать на планшете любом неудобно. Имейте это в виду. Всем привет! Вы на mobile.telephone.ru И в данный момент вы видите запись на планшет Honor Pad X9. Как-то так вас могут увидеть, слышать во всяких скайп-созвонах и прочих мессенджерах. Теперь о железе. Honor Pad X9 опирается на чипсет средненачального уровня Snapdragon 685 4G. Доступно 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Такого набора хватает для умеренной скорости работы системы, браузера и офисных приложений. Однако на шустрый отклик и прыжки между программами рассчитывать не стоит. Оперативки тут 4 гигабайта, как я уже сказал. Плюс она расширяется на плюс 3 гигабайта за счет внутренней памяти по технологии Honor RAM Turbo. Прикол в том, что он практически ничего не держит в фоне. Запускаешь не самую требовательную игру Mighty Doom, к примеру, у тебя выгружается браузер. Или еще прикол. Вот в Stand Off 2 я логинюсь через Facebook и мне нужен VPN. Но этот планшет выгружает VPN приложение, когда я дохожу до стадии логина в этом шутере. Он там перебрасывает на браузер и выгружается VPN. Мне пришлось выкручиваться через запуск VPN программы в окне. И так не выгружается оно. И позволяет все-таки залогиниться. В общем, агрессивное закрытие фоновых процессов это то, на что разработчикам стоит обратить внимание и исправить в ближайшем обновлении. А то парадокс получается. Планшет отчасти позиционируется как рабочее решение. Но почему-то ему не хватает 7 гигабайт гибридной оперативки. 4 плюс 3. Троттлинг тест CPU 100 потоков 30 минут мы провели в двух режимах питания. Результат перед вами. Разница на уровне погрешности. Можно не включать производительный режим. Традиционный тест 3DMark почему-то не устанавливается сюда ни через АПК, ни из Play Market. Та же история с Antutu. Ну, просто не получается его сюда завести. Я не знаю, что-то капризничает. Ну да ладно, друзья. С играми ситуация следующая получается. Нетребовательные проекты. Простенькие три в ряд. Кошки и суп и тому подобное. Идут здорово. На такой большой диагонали классно рубиться в карточные игры. Стратегии какие-то, а жанр Tower Defense, ну, просто создан для планшетов. Pad X9 все это тянет хорошо. А в чем-то потяжелее придется скидывать графику до среднего или даже низкого уровня. Например, Tactical на нормальных настройках демонстрирует до 60 FPS. Хотя, если бы не скидывал со 120, зачем-то до 60, можно было там и до 120 играть. Рубился я вчера в мобильный Mortal Kombat вообще-то. Изрыдка случаются в ней рывки, но игровой процесс они не портят. Кстати, я вот не особо гамаю в Mortal Kombat. Мне там бриллиантовый Nightwolf с MK11 выпал. Это норм, перс? Или нет? Это меня так рандом респектнул. Или всем новичкам вот этого ночного волка дают? Напишите в комментарии. В то же время, куда более требовательные Genshin Impact и Honkai Star Rail идут в районе 20 FPS, ну, плюс-минус. Играть в них можно, но я такое игровое времяпрепровождение называю превозмоганием. Когда очень хочется, знаете, и не такое будешь делать. В Nikke, даже на максималках, кстати, можно играть, но переход между экранами и локациями сопровождается заиканием аудио. А так на максималках типа играбельно. Хотя графони я бы в ней все же скинул. Но так не хочется скидывать графони в ней, если вы понимаете, о чем я. В плане эмуляции мощностей хватает для консолей уровня PSP. В эмуляторе можно играть в GTA Liberty City Stories в стабильный 30 FPS. В эмуляторе Nintendo DS тоже можно бегать. А вот эмуляция PS2 с помощью Aetheer SX2, я не знаю, Aetheer, как правильно произносить название этого эмулятора, там работает этот эмулятор, но производительности не хватает. God of War 2 постоянно снижает скорость. И Touch чуть не забыл, он везде 120 Гц. И в интерфейсе, и в играх. Что до автономности, то в HonorPad X9 батарейка на 30% больше, чем в HonorPad X8. Так что время работы это вообще ни разу не слабое место данного планшета. Если верить нашим замерам, а не верить им нет никаких предпосылок, как вы понимаете, то осовремененное железо и лишние махи привели практически к двукратному приросту автономности. Вот настолько X9 лучше, чем X8 по времени работы. Правда, заряжать новый объем предлагает все тем же адаптером питания. На 10 Вт. Батарейка на 30% увеличилась, а зарядка осталась той же. Видимо, на складе еще завалялось несколько десятков тысяч таких вот блоков питания. Может, еще года два будут предлагать планшет с ней. Зарядка с такой. С одной стороны, особой скорости ждать не приходится, а с другой, аккумулятор будет здоровее. Наверное. Как бы то ни было, заряжается планшет до сотки почти за 3,5 часа. Такие дела. Выводы, друзья. HonorPad X9 это достойное продолжение доступной линейки планшетов от известного бренда. Из нюансов стоит обратить внимание на медленную зарядку, умеренную производительность, отсутствие SIM-карты для звонков интернета, а также программные сложности с переключением на 120 Гц. Это должны пофиксить с обновлением. Тем не менее, свежая модель радует надежным исполнением корпуса, приятным стерео из 6H-динамиков, отличной автономностью и большим качественным дисплеем. Спаррой нюансов, правда, о которых я вам уже говорил. Присмотреться к нему стоит тем, кто ищет доступное решение для повседневного использования в рабочих и мультимедийных задачах. Но не особо интересуется современными требовательными игровыми проектами. Хотя поиграть на нем вы сможете в разные жанры, что я наглядно продемонстрировал. Правда, во что-то такое более-менее лайтовое. Пока-пока, друзья. Пишите, что вы думаете об этом планшете. С вами был Евгений, mobiltelephone.ru. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин